Еда это не только источник энергии, но и искусство и даже история. Ни слова больше, сейчас я вам это докажу. Не хватает хлеба, пусть едят пирожные. Злые языки приписывают эту фразу королеве Франции Марии Антонетти. Так о каких мощных изысках шла речь? Всего лишь о сладкой булочке бриош. В 18 веке она стала символом противостояния монархии и народа. Не Наполеон, а не Апольский. Этот великолепный славянный торт пришел к нам из Франции. По легенде, торт впервые подали на праздники в честь столетия победы над Наполеоном. Его приготовили в форме треуголки, которую носил император. Еще один именной десерт – Павлова. Творчество нашей русской балерины настолько сильно впечатляло зрителей, что кондитеры по всему миру создавали в честь ее кулинарные шедевры. Кстати, в США готовили мороженое – Павлова, а во Франции – лягушачьи лапки – ла Павлова. И завершает наш сладкий марафон его величество – шоколад. Испанцы позаимствовали рецепт у ацтеков и более ста лет ни с кем не делились им. В Европу он приехал вместе с принцессой Марией Терезией, которая преподнесла рецепт десерта в честь помолвки с Людовиком XIV. На этом сегодня все. Сладкой жизни и хорошего настроения. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин